всем доброго времени суток с вами чешир ну вот мы теперь и официально знаем дату установки всеми так долгожданного обновления 7.0 на боевые сервера и это 25 апреля то есть этот четверг так что осталось буквально капулечка времени а значит надо подвести общий итог всех нововведений что мы сегодня собственно и сделаем в уже так можно сказать традиционном обзоре обновления ну а самые внимательные заметили в описании слова розыгрыш а это значит что мы с вами как всегда разыграем какое-то количество премиумов в конце видео обязательно расскажу все условия а теперь поехали разбираться и самым главным пунктом номер один этого обновления становится конечно новый класс художник полноценный ролик посвященный ему я уже выпускал кто еще не смотрел можете чекнуть сейчас обязательно чё-нибудь в верхнем правом углу выскочит тут же просто коротенько пройдемся класс забавный интересный для всех любителей динамической игры подойдет на ура по сути это такая light версия сина ну только в дальнем исполнении единственный огромный его минус это неправильно подобранные цвета для его анимации скиллов ну уж слишком они яркие хотя как в ролике я и говорил это прекращает резать глаза через пару-тройку часов игры на нем и да класс является имбой и какое-то время таким и будет ведь вот буквально только пару дней назад в корее вышел мини патч где его чуть-чуть понерфили это как-то не особо сильно так что у нас поубивать на нем спокойно можно будет как минимум месяца 3-4 а то и все полгода всем любителям динамической игры которые хотят попробовать что-то новое в уже старенькой игрушке действительно рекомендую вторым пунктом интересности всего обновления идет конечно же новая локация напомню благодаря нам ну или же не нам а общем ровсом по поводу первоначальных названий их изменили и сейчас локация называется дэмора вместо деумы а общий центральный город из стелусии переименовали в стелария ну вроде как неплохо сама же локация просто шикарно во первых она достаточно красиво нарисована получился такой а-ля сплав всего тут вам и зеленые краски каталамов и пустыни элтона насарфана а также вулканические гряды кальдора тиамаранты и да она просто огромна чтобы ее пробежать всю пешком наверное потребуется минут 30 а может и того больше собственно основное действие всех персонажей перенесется сюда тут мы с вами будем теперь и пвп шиться и пве шиться и осадиться и чё только не делать хотя все равно в лакруме еще останутся какие-то активности посередине локации расположен общий для обоих раз город стелария где я так подозреваю и будут происходить все массовые тусовки особенностью локации являются алтари которых распихано 11 штук по всей локации и их нужно будет захватывать причем захватывать по хардкору два раза в день в 12 часов дня и в 8 вечера но про алтари я сниму отдельный видосик также еще в новой локации расположена новая крепость за которую и будут сражаться славные дэвы но не сразу так как осада крепости будет отключена дабы дать игрокам вникнуть и привыкнуть к новому контенту собственно решили использовать систему которая была на корее в начале установки этого обновления там это кстати прикольно то что контент будет высыпаться на наши головы постепенно а не сразу всей кучей ну и также еще одной особенностью локации является примерно миллиард мировых рбшек некоторые из них и зёбы и ватнюсенькие как собственно в лакруме а вот основные их вроде как 4 штуки они прям вообще мощные чтобы их покорять скорее всего надо будет собирать фулл союзы ибо хп у них до одного места а убивать и воевать за них надо будет так как первоначальная новая эпик пве оружка оно же телескопы будет выпадать только с них третьим пунктом у нас конечно же идут данжи отдельный ролик по ним мы также делали и обсуждали по сути все там в целом тут ничего особо нового нету кроме как облегчение старых данжей и добавление новой хорошо забытой старой системы разной сложности он их у нас же будет две сложности прометуна и две сложности нового данжа лаборатории стеллы все это хорошо потому что тем же малышам позволит постепенно погружаться в сложные данжи а не попадая в них вставать в ступор серия чё тут вообще делать четвертый пункт новая экипировка теперь вся старая pvp экипировка из обновления 6 плюс не будет просто выкидываться а продолжит грейдиться дальше уже в новую так что все что мы нажили не по сильным трудом в предыдущем обновлении вам по сути пригодится кстати также это касается экипировки да его заступника ну или как его там в общем который выдавался при переходе с 5 на 6 версию эта система на самом деле прикольно да она вас чуть отодвигает назад но не полностью обесценивает весь ваш труд ну а вот с pve шмотом собственно все по старинке то что вы так усиленно крабили со временем придет в полную негодность и его придется менять кстати напомню что самого крутого фульного pve сета фульного подчеркиваю нам пока не подвезли у нас пока только выпадает одна серьга в хард примету не но в целом новый pve реликта примерно плюс минус равен старому pve эпику разница у них там в 1 2 процента по статам ну и четвертом параметре 5 пункт монеты stellium про них мы также уже рассказывали и показывали тут особо добавить нечего они будут одним из основных видов ресурса за который надо будет покупать большинство плюшек таких как сертификаты для обмена волшебных камней новых и ресурсов для апгрейда pvp экипировки и всяких крафтовых вкусняшек ну и основной фишкой этих монет станет то что их можно жрать как допинг тем самым наращивая на 10 минут себе pvp статы системы перевоплощений тут особо ничего не изменилось вроде как добавили буквально парочку новых морфов вот вам тут древний краска и реликтовый ирунин но кстати насчет последнего не уверен основное что тут изменилось это само окно по моему стало чуть удобнее а самым главным бонусом стало то что теперь эффекта коллекции применяется до 6 штук то есть теперь вам не придется переключаться между ними в зависимости от того какой эффект вам нужен будет все и сразу но это по моему прикольно дальше особенно полезны новичкам и малышам но не только эта система рук буга изначально эта система была очень 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 ну вот прям совсем очень давно придумана для европейского сервера у них давно уже введено то что каждый день каждый игрок получает какие-то задания как ежедневные так и еженедельные ну и собственно выполняя их получает какие-то вспомогательные плюшки и вот в 7.0 ее решили сделать актуальной для всех регионов как собственно и сказано есть список из ежедневных заданий и список еженедельных делая которые вы получаете плюшки и сделав полностью все их вы получаете дополнительную награду и тут если внимательно посмотреть в нее включен обычный договор что собственно значит теперь мы игровым способом без ивентов я имею ввиду можем получать не как раньше одну штуку в неделю за кенар в гильдии золотых песков а каждый день выполняя все квесты ну а одним из главных pvp событий апдейта является возвращение всем так понравившейся золотой арены теперь она будет представлена в виде арены три на три к сожалению в данный момент когда я записываю этот ролик у меня нету расписание арены и награды которая будет выдаваться там но примерно можно будет представить что там будет из дальнейшего описания ну и так по мелочи изменения в рейтингах во первых у нас добавится один новый рейтинг хотя это все тот же забытый старый рейтинг башни испытаний за которым мы будем получать теперь сундуки башни из которых в свою очередь можно достать магические камни титул кому он такой нахрен нужен непонятно и pve точки а в старых рейтингах чуть будет переделана награда судя по форму и заявлениям администрации теперь осады и рейтинг за них будет ориентирован на получение реликтовых pvp камней дереки на получение этим ресурс для апгрейда pvp экипировки ну а за арены мы будем получать теперь монеты полумесяца еще одна новость с установкой апдейты на боевые сервера нас может ждать обнуление очков славы у всех персонажей и обнуление ap рейтинга легионов так что объединяться в новые силы для более интересной игры самое то время особенно если это все сделают но пока это только в виде идеи и я информацией что сто процентов это будет делаться вот прям сто процентов и сразу не владеют я думаю в ближайшее время должны это будут озвучить и все сразу станет понятно ах да ну и совсем совсем для новичков теперь взятие 80 левела стало еще проще так как во первых теперь в весь нубашмот добавлена скорость бега нафиг убирать было изначально не понятно а во вторых по мелким локациям пока вы качаетесь вам будут встречаться именные мобы они даже на карте отображаются убивая которых вы можете залутать на свой класс неплохое такое оружие которое включает в себя скорость атаки ну или же магии да и в целом к цепочкам квестов добавлены всякие микро моменты которые действительно упрощают прокачку персонажей так что если раньше при должной подготовке взятие максимального левела занимало часов 5-6 ну там у кого 7 то теперь я фиг его знает я думаю найдутся умельцы которые смогут это делать часа за четыре ну если подводить какой-то итог то обновление хорошее переход с шестой версии на седьмую мне нравится больше всего во всей истории айона начиная там с начальных версий так как седьмая версия не разрушает по сути шестую а становится ее логичным продолжением просто расширяя ее контент это хорошо так как всем кому зашла шестая версия также зайдет и седьмая в любом случае поиграйте оцените новый класс составьте свое мнение так а теперь конкурс ладно шучу розыгрыш дуть из меня такой себе во первых что мы разыгрываем 7 дней премиума плюс титул 10 мест 30 дней према плюс титул три места и что-то из этого сразу предупреждаю что сто процентов пока не знаю что это станет понятно уже в день самого розыгрыша 90 дней према плюс титул или же один весенний набор одно место и чтобы в нем поучаствовать все что вам надо это поставить лайк данному ролику быть подписанным на канал и оставить комментарий под этим роликом любой ну только без мата и там всякой рекламы а также в нем надо указать свой сервер расу и свой игровой ник куда должны быть начислены призы в случае вашей победы ну а результаты мы с вами выясним в прямом эфире на стриме в день установки апдейта 25 числа а на сегодня все спасибо как всегда fanion за поддержку спасибо вам за просмотр участвуйте в розыгрыше приходите на стримы и всем удачи в победе это я приболел чутка поэтому такой голос